здравствуйте я тут зашел саша сказал что в обзоре на его стримерского места там где настраивался делал я слишком часто его называл сашкой тогда я предположил какие синонимы слову сашка и из себя я вычленила сашка санек и сама они по максимальный уровень это санчоус но я зашел на сайт и оказывается есть около 30 вариантов как называть сашку саша александр мужественный защитник александр александрушка алексаня саня санюра санюта санюха сашуня саныч сахно салик саша Салек, Сашуха, Санюна, Са-су-та, Сашура, Шура, Шуруня, Шурик, Алекс, Алекса, Алюкса, Алюша, Алек, Аля, Лекс, Алексаня, Лексаша. Санюра. Шуруня. Самая классная Шуруня. Просто Шуруня. Сань, мы уже пишем. Рассказывай. Всем привет. Начинаем наш видеоблог. Я просто готовлюсь. Я готовлюсь. У нас все равно, ну, знаешь, 20 минут туда, 20 минут сюда, на двухчасовом видео это не особо. Рома, богиня, гений чистой красоты, Валькирия, Аврора, Аматрасу, Амфинтрита. Пацаны, выбирайте. Ахита, Агерона. Чувак, смотри, сколько у меня. Хулиточка. Ты будешь у нас Аврора будешь. Нету тут такого. Есть. Выбирай из того, что есть. Лада, я могу быть Ладой. Или Изидой. Только что было Аврора. Афина, Ашер. Подожди, База Синония. Я Атропос. Да, База Синония. Гриф, Роман. Может, оно меньше найдет. А, да, действительно, видишь? Посмотрите, сколько синонимов к слову Роман. Не то что у тебя. Ладно, ладно. Давай, наверное, начнем рассказывать про новости. Я не помню, что я открывал. К примеру, тут я ничего не открыл. Я пытался что-то найти. Ну, давай вот сюда посмотрим. О, а это уже какая-то новость. Расскажи, пожалуйста. Вот давай, теперь посмотрел, а теперь попробуй угадать, о чем новость. Игроки потратили дохрена денег в мобильные игры. Близко. Один миллион, миллиард чего-то за 21-й год. Блин, классно, чувак. Вот это опыт. То, чего не пропьешь. Чувак, я так стихи пересказывал, когда она в школе вызывали. И ты же становишься, типа, она у тебя открыта. И ты так, хоп, пока она отвернулась, прочитал, быстро рассказываешь. Поэтому я на скиле. Короче, новость о том, что... Подожди, мы об этом рассказывали. Нет. Да. Я видел уже это. Нет, это другое было. Нет. Это другое. Нет. А ты проверил? Нет того самого ответа. А, все нормально, да. Нормальный? Хорошо. Нет ответа. Короче, это топ мобильных игр по прибыли за 2021 год. С января, с 1 января по 14 декабря. Вот какие игры, сколько принесли. Что это? Это 5 на 5. Что это? Ну, это какая-то, типа, мобообразная игра. Мобайл-арена какая-то. Ну, давай посмотрим. Вот здесь написано. Honor of Kings. Игра в такое? Нет. А что это вообще такое? Интересно. Интересно, что Genshin Impact, который стал, типа, самой прибыльной историей, которая там за короткий промежуток времени больше всего денег собрала, за всю историю геймдева. Вообще за все. Не мобильного. Здесь находится всего на третьем месте. И причем отстает не в два, но практически в два раза от PUBG Mobile. PUBG Mobile, причем не тот самый, не Real Estate, а обычный PUBG Mobile. И в PUBG Mobile, кстати, появился новый же режим, знаешь? Нет. Аркейн. Чувак, и кто играет в... Аркейн. Аркейн. Да. Там теперь тоже есть Jinx и вот это все. То есть они пытаются вытянуть вот это вот PUBG называемое куда-то. Ну, чувак, кто играет сейчас в PUBG? А меня реально отвернуло. Вот смотри, если раньше я хотел, ну, думал еще, ну, можно в PUBG поиграть. А сейчас я думаю, так, подожди, мне играть в PUBG New State или в PUBG Mobile? И думаю, а пожалуй, не буду ни в один, ни в другой играть. Чувак, ты заходишь в Call of Duty и играешь в Call of Duty. Вот, потому что он один в Call of Duty. Так, а что вот это вот такое? Я только что загуглил, это копия Лола. Это то же самое, что Mobile Legends. Это тупо копия Лола. Да. Это Лол. Все верно. Мы не в то играем. Где Лол и где вот что? Ну, на самом деле, неведанный пути... А, подожди. Does not include revenue from third party Android Stores? Так подожди, это не исключает чину? Include revenue from third party Android Stores. Нет. А, third party. Все, понял. Ну, не... Да. Продолжай. Понимаешь, если бы они сюда включили AppGallery, то здесь танки были бы на первом месте. И только из-за того, сколько я туда задонатил, скорее всего. Вот. Интересная статистика. И, ладно, Genshin Impact можно понять. PUBG, ну, можно понять. Значит, я хотел бы сюда показать. Смотри, здесь есть Pokemon Go. До сих пор. Здесь Roblox есть, но нет Майнкрафта. Здесь Candy Crush Saga есть. И Гарриена Free Fire. Ну, Free Fire, вы знаете. И Coin Master. Я же играю в Coin Master. Что? Хватит тратить на непонятное что. Зайдите танк. Скины в Лоле. Или танк. Или скины в Лоле. Ну, да. Ну, кстати, в Лол я вообще не выкупаю донатить. Ну, типа, скины купить окей. Ну. А что еще? Ну, ты вот Саня купил боевой пропуск. Что он тебе дал? Ничего. Он больше дает всяких плюшек. А, ну да. Слушай, это как боевой пропуск типа в Fortnite. Ты, если у тебя бесплатный аккаунт, то ты там за несколько боев получишь там немного пыли дополнительной. Какой-то, может, сундучок выпадет. А когда у тебя боевой пропуск, у тебя прям постоянно по КД сыпятся более ценные какие-то ништяки. Я вот недавно стоял в душе и думал про танки. Ну, так часто бывает, потому что я еще и смотрю видео про танки в душе. И я, короче, к чему пришел? Смотри, это реально успешная игра, с одной стороны. Но! Лол, да, очень успешная. Она, походу, немножечко рушит стереотипы. Я не знаю, это хорошо или плохо. Я-то в нее играю. Но вот какая тема для обсуждения. Вообще, это же фри-то-плей игра. Ты прошел сейчас про танки. Это фри-то-плей игра. Ну, то есть, ты можешь играть, зарабатывать деньги. И на самом деле она такой остается. Если ты играешь в долгу, я уже говорил, как мой отец, к примеру. Он не донатит ни копейки, у него куча премиум техники. Но! Прикол в том, что они, то и дело, постоянно вводят премиум технику, премиум технику. И ее там уже становится едва ли не больше, чем прокачиваемая. Которая, ну, просто бесплатная для всех. Которую можно купить, да? То есть, которая можно купить, ее становится больше, чем прокачиваемой. И баланс сохранен. Ну, то есть, фри-то-плей вообще что подразумевает? Что нет имбалансной техники за деньги. Ну, то есть, ты за деньги не получишь лучше, чем то, что можно бесплатно получить. Так как-то когда-то было. Но на самом деле, сейчас так не так. То есть, да, десятый уровень это турнирная техника. Она все еще лучше, которая просто бесплатная. Причем вся. Но, тем не менее, на восьмом уровне, на седьмом уровне, это я сейчас не просто так про игру говорю конкретную. Мне кажется, что они сами сидят и думают, так, а что здесь плохого, что мы создаем бесплатную игру, но которая вроде фри-то-плей, но которая уже начинает быть, как это называется? Pay-to-play? Pay-to-win. Pay-to-win? Pay-to-win. Ну, она как бы не pay-to-win, но мне кажется, комьюнити уже настолько привыкла к этому, что все говорят, ну вы же все равно донатите туда, но лучше сюда задонатите. Вы же все равно донатите. То есть, это настолько стало нормальным, что ты приходишь, ты как бы играешь, играешь, но ты в любом случае в определенный момент должен задонатить. И самое главное, что это как бы не стоит как выбор, а ты по-любому это сделаешь, потому что ну здесь же прикольно, ну типа это нормально. И, соответственно, люди играют по статистике больше на премиальной технике, вообще в целом по серверам всех, чем на обычной. Смотри, у меня вопрос. У тебя же танки, ты покупаешь танки, ты можешь прокачать танк. Ты должен прокачать танк. Да. А чтобы прокачать танк, ты можешь заплатить, чтобы быстрее его прокачать? Ну, это сложная механика. Но ты можешь? Ну, вообще нет. Ну, нет, ты можешь. Чисто физически такая возможность есть, но она не для этого сделана. То есть, ты должен очень много тратить денег, оно не для этого. Это не то, что надо много заплатить, чтобы прокачать. Ты должен качать его. Потому что, чтобы за деньги прокачать, ты должен пойти купить миллион золота, чтобы купить потом за него серебро, купить за него опыт свободный. Это вообще не рентабельно. Эти валюты не для этого сделаны. Но ты можешь это сделать. Ты можешь, это реально никто не делает. Ну, то есть, это чувак глупо. Но ты можешь это сделать. Ну, это очень глупо. То есть, игра на это не рассчитана. Ну, вот в этом, как по мне, вот главная проблема фри-то-плей, когда ты можешь каким-то образом заплатить, чтобы повысить свой уровень относительно игроков, которые играют бесплатно. Нет, так ты не сделаешь здесь никак. В Лоле или в Фортнайте ты покупаешь себе скины, глайдеры, всякую такую... Оно никак не влияет. Но оно никак не влияет. Так здесь ты не повысишь свой уровень. Потому что ты даже если купишь себе танк самого большого уровня, ты будешь играть только с другими танками такого же уровня. Ну то есть у тебя нет градации. Но у тебя будет полностью прокачанный танк. Как у всех. Но человек будет его прокачивать сам за свое время. А ты его можешь прокачать в секунду за деньги. Правильно? Ну еще раз, это вообще другая история. Никто так не делает. То есть лучше пойти купить премиум технику. Ну короче, ты можешь это сделать. И вот эта механика, которая есть в игре, она немного странная. Ну ладно, я не знаю, как я сюда пришел. Фишка в том, что несколько из этих игр, как вот это, к примеру. Почему здесь Honor of Kings, которую я впервые увидел в этом рейтинге, а не Лол или хотя бы не Mobile Legends? Ну что понятное хотя бы. То есть есть какая-то игра, которую мы только-только вот сейчас увидели. И скорее всего это в Китае в нее рубится. И из-за этого она становится вот такой. Ну да, кстати, посмотри, что это такое. Потом, ну Roblox я знаю, что это такое. У меня, к примеру, один из малых прям тащится от Roblox, а ему нравится. Это можно еще понять. Что вот это? Coin Master. Ну это же реально говнина какая-то, просто скорее всего из серии 3 в ряд. Pokemon Go. Ну это неплохая игра, просто устаревшая. Я не думал, что у нее вообще кто-то играет. А он сколько денег приносит на фоне всех игр. Candy Crush. Это неплохая игра в плане, она красиво сделана, она давно существует. Ну зачем мне деньги донатить? Я вообще не отстреливаю. Короче, оказывается вот этот Honor of Kings, ну это понятное дело китайская игра. И она вот вышла в октябре 16-го года. И прям очень популярная, что в самый топовый какой-то день 200 миллионов активных игроков. Я вообще не знал. И вот с другой стороны, где здесь Лол, который настолько охрененный, как бы, который делает... Ну это копия Лола, по факту. В которую играют больше, в которую донатят больше. Ну это реально трэш. Знаете, обидно настолько, у нас когда-то вышел ролик про сборку какого-то ПК. И мы тогда еще были нубами. У нас его в итоге посмотрели меньше, чем у канала, который у нас его украл. И монетизация заблокирована у нас, потому что там посмотрели больше. И почему-то YouTube решил, что он первоисточник. И вы не смогли доказать? Ну, я не помню, как там история. Там еще Сема что-то пытался сделать. Я не помню, чем она закончилась. Но тем не менее, это вот такая тема. Ну, вроде мы, как бы, создатель, но кто-то получает деньги за это. И то же самое. Ну, вообще, я не знаю, кто придумал такой тип игры. Но явно придумали не Honor of Kings. Изначально моба же была придумана... Старкрафтовая? Нет, это не Старкрафт. Варкрафт 3, да, это любительский мод, который назывался Dota 1 и в Dota 1. И потом, короче, там с правами что-то не поделили. И получилось Dota 2, которые перешли права на вот эту вот серию и на название. И также появился плюс-минус в то же время Лол. А, то есть Dota даже раньше появилась? Dota появилась раньше. Прикольно. Я думал, вообще был Лол изначально. Нет. Dota это была любительская модификация для онлайн режима Warcraft 3. Ну, в общем, вот такая история. Есть еще хорошая очень новость. Я очень этому рад. Спасибо большое. Хоть что-то рада сделала хорошего. У меня настройность играет и дозвучайных тютьюновых выборов. Тютьюновых. Тютьюновых. Не, на самом деле я в этой теме как бы разбираюсь. Не, понаслышке я знаю. И на самом деле это правильно то, что сделали. Потому что если раньше, если вообще представить электронные сигареты и появление электронных сигарет года так 4-5 назад, когда начали становиться популярными вейпы и вейп-каналы тогда еще росли, и YouTube это все не банил. Вейпы были относительно, ну, как бы, такая нишевая штука для каких-то задротов. Но потом со временем начали покупать дети. Но хотя бы там было понятно, из чего эта штука состоит плюс-минус. Там пропилен, гликоль. Вить, напомни еще, что там пропилен, гликоль. Я уже забыл, чувак. Я не хотел настолько глубоко. Тебе дать джижку, ты прочитаешь состав. Да, пожалуйста, хватит. Глицерин, пропилен, гликоль. Вещи, которые вас убивают. Вот так просто можно было сказать. Да, пропилен, гликоль и глицерин меня убивают. Правильно. Нет, суть в том, что понятно было, из чего она состоит. И там люди делали даже самозамесы. Вот это вот все. Это все было классно, круто, сильно модно, молодежно. Но потом, как бы, вейпы отошли на задний план. Это все стало непопулярно. Мотать, что-то там себе крутить. И пошли. Начали появляться довольно-таки опасные штуки, о которых мало кто знает. Начал появляться солевой никотин. Это что-то очень дикое, очень жесткое, которое вызывает дикое привыкание. Которое сильно влияет на твое состояние. То есть, после вейпа многие люди, многие владельцы каналов, там, делали рентгены себе, флюорографии эти, показывали, что, как бы, все хорошо. Вот я перешел сигарет на вейп и, как бы, даже чувствовать себя начал лучше. А вот с появлением солевого никотина многие начали жаловаться на давление. Многие начали жаловаться на то, что у них кровотечение износу начало. Потому что соляной никотин дико вызывает привыкание. Он очень бьет тебе по здоровью. И ты настолько вот привыкнешь, что ты постоянно эту штуку сосешь. И сейчас, так как вейпы сейчас особо даже нигде не купишь, и жижи особо нигде не купишь, сейчас существуют вот такие вот палочки цветные. Они там под разными названиями существуют. Они легко доступны. Они стоят там от 150 гривен. Это одноразовые штуки. Насколько там затяжек. И там хрен пойми, что внутри. Но там самое, что вот опасное, это солевой никотин. И этот вот солевой никотин, он, ну, типа, детям легко вообще взять на любой заправке, в любом киоске вот эту вот хрень продают. Без какого-либо урегулирования. Оно жестко бьет по здоровью. И это уже как бы доказано и массой из случаев, когда, ну, это вызывает какие-то плохие штуки в твоем организме. И ты, к примеру? Я этой штукой, чувак, ну, типа, чуть-чуть поигрался и понял, что это реально, это полнейшая хрень. Ну, здесь, наверное, речь больше идет про вот эти все письки сатаны, как ты их называешь? Так, письки сатаны уже нет. А, Саня называет. Да, письки сатаны уже нет, чувак. Вейп-шопов уже как таковых нет. Это все уже непопулярно. А, я думал, это айкосы вот эти все, это письки сатаны. Ну, вообще, это все письки сатаны. Это все письки сатаны. Письки сатаны. Ну, так вот. И люди их сосут. Вейп-шопы, чувак, уже... одноразовые, это все актуально. И перестаньте этой пользоваться. Ладно, ну на самом деле я не хочу осуждать людей, потому что я знаю вот человека, который всю жизнь курил, к примеру, потом перешел на электронные сигареты, а потом вообще из-за этого забил, то есть он не мог отвыкнуть. Поэтому это я сейчас пошутил. Я, конечно, не поддерживаю, мы это никогда рекламить не будем. Я ненавижу курение, но людей я не ненавижу, если что, потому что многие могут интерпретировать не так. Но говоря про вот этот запрет, ну вернее, то, что они приравняли, я никогда не понимал, в чем разница, что с сигаретой ты не можешь сидеть в помещении курить, это противно, это воняет, ты потом воняешь, ты вдыхаешь чей-то дым, который выдыхается. А айкосы всякие, ну типа спокойно. Нет, так айкосы это это немного нет, вот нет классификации, нет человека, который понимает, что такое айкос, что такое вейп и что такое вот этот стик с солевым никотином одноразовый. Это немного разные штуки. Есть айкосы. Нет, но их не стик, вот этот не вейп, в помещениях не разрешено курить. А вот айкосы, для них есть зоны, есть просто на здании висит там на входе. Айкос френдли. Я туда никогда не хожу, потому что оно воняет говном. Так оно воняет не говном, а бомжом. Ты реально, ты сосешь вот это и потом у тебя рот пахнет бомжом. Или на самом бомже. И я хочу сказать, ну мне типа, я считаю это дико. Из-за того, что люди привыкают к этому, для кого-то это просто фетиш, типа вот сидеть и сосать. Ты приходишь навстречу, с тобой садится человек и просто перед тобой начинает сосать вот эту хрень. И меня это раздражает даже просто ну типа, чувак, зачем ты это делаешь? И это воняет. Не соси при мне хрень. Да, не надо сосать при мне. Теперь по ходу этого делать нельзя будет. Ну так, понимаешь, почему на этой, я не знаю, кто может это, вот Владимир Скрипин выбрал эту картинку, но чувак, вот этой штуки не существует лет вот этого, то, что он держит. Монштук. Лет шесть. Это не монштук, это самая-самая одна из первых китайских электронок. Я помню их появление, когда с Алиэкспресса их таскали. Ну вот здесь сказано, что курение в сэрэдане, то есть если курить в помещении, только в специально отведенных местах, как в аэропорту можно было. И я считаю это правильно. Пусть они стоят себе там. Я иду, когда в аэропорту и смотрю, вот этот стеклянный кубик стоит, и там просто дым так выше ног. Класс, ты зашел туда? Я радуюсь, что все вышло. Ну вам же плохо, ну вы же должны понять, что типа, я больше не хочу. Они сами себя уничтожают, чего ты жалуешься? Не, я не то, что радуюсь за то, что они себя уничтожают. Я говорю, ну вам же настолько здесь дискомфортно, что вы, мне кажется, должны, ну, сами себя ограничивают от этого. Ну нет, люди туда все равно идут. Так класс, газовая камера, чувак, добровольная газовая камера. Алла, расскажи ты что-то интересное. Что, так ты рассказал, что колы запроцюе, что туда подпадал? Колы запроцюе. Да, вот, идем дальше. Есть смартфончик хороший? Отлично, спасибо. Короче, новости. Так я уже рассказываю, чувак, я уже открыл. Когда я вскрыл карту, то теперь я рассказываю. Я тебе говорю, рассказывай, или я открою следующую карту. Осом. Смартфон Осом. Спасибо. Короче, от создателей Essential Phone. Ты понимаешь, что от создателей Essential Phone у нас как бы, типа, есть... Ну там же права выкупили на Essential Phone. Подожди, они же еще в этой ванпласовской теме поучаствовали, как оно только называется? Насинг. Насинг. Там же тоже Энди Рубин, по-моему, инвестором является. И из-за этого люди думали, что они, как бы, возможно, смартфон потом выпустят. И, кстати, уже есть один, если видео найдет, можешь ставить. Сделали фанатский рендер в стиле наушников смартфона Насинг. И прикольно. И даже Насинг, они отреагировали на эту тему как-то. Но вообще, я не исключаю, что такие темы изначально делаются, как такой инфоброс, чтобы посмотреть. И потом, бац, мы еще и отреагировали, чтобы про это написали. Ну и посмотреть, как люди реагируют. Может, это и не так, но, тем не менее, чаще всего компании не реагируют. Мне несколько даже раз разные представители разных компаний говорили после презентации какого-то продукта. Я, типа, спрашивал, а что вы как на утечке реагируете? То, что там, за сколько это там была утечка того, а за там несколько дней до этого были рендеры, которые похожи на то, что вы показали. Так они сами это ж заливают в интернет. Инфоповод создать. Ну вот. Короче, это не всегда делается так, потому что есть компании, вот Xiaomi недавно вздрючили блогера там на что-то миллион с чем-то долларов за то, что он слил информацию. То есть, когда ты приходишь на допремьерный показ, ты подписываешь там идею. Если ты пойдешь это куда-то публиковать, то тебя вздрючат. Но опять-таки, это может быть продуманный рекламный ход. Просто об этом поговорили. Я не думаю. Ну, то есть, вот, смотри. По отношению к нам. У меня часто есть доступ к вещам, которые презентуют там через три недели, к примеру. Это не рекламный ход. Если я започу, мне будет жопа. Нет, ну, возможно, у нас на рынке такого нет, но на каких-то там рынках существует, что типа дают телефон, давай сделаем вброс, давай сделаем какую-то разборку. Как разборки между блогерами, чувак. Это просто нагнать шуму вокруг. В общем-то, смартфон на андроиде, который ориентирован на безопасность твоих данных. На этом можно закрывать эту новость. Отлично. Он еще похож на что? На что-то ублюдистое старое. На вот этот фейерфон. И тоже люди говорят, что возможно какой-то ребрендинг. Фейерфон красивее. Фейерфон. Не фаер, а фейерфон. Давай, какую новость тебе открыть? Давай Стрэнджа открой. Доктора Стрэнджа. Я обетом не говорил одно время, потому что это был секретик. И только вот позавчера, по-моему, этот трейлер появился в сети. Или вчера. Трейлер Доктора Стрэнджа и вот мультивселенных. Потому что этот трейлер показали на самом деле, как дополнительная вторая сцена после титров, после показа Спайдермен, нового Спайдермена. Я просто ожидал увидеть какую-то дополнительную сцену, а тут бац и запускается трейлер. Я подумал, что возможно как бы никакой второй сцены нет. Это уже пошла реклама просто фильмов. На самом деле это скрытая сцена. Это просто полноценный трейлер Доктора Стрэнджа. Выглядит многообещающе. У нас в Докторе Стрэнджа новом появится Ванда. И получается, вот Витя мне что-то рассказывал, что ребята, которые участвовали раньше в проектах Марвел, потом немного разделяются. Ты как-то мне эту теорию доносил, что одни снимают дальше фильмы, а другие уходят именно в сериалы. И создается какое-то отвлитвление вот это вот сериальное. Но тогда каким образом Ванда опять появляется в фильме? Объясни мне, Марвеловедец. Нет, смотри, они некоторых актеров, ну, некоторых типа супергероев отводят в отдельную сериальную вселенную. Ну вот, сериальную вселенную увели в Ванду. Не, не, смотри, до вот этого, ну, раньше, если ты не знал, есть типа там 10 сезонов Марвел сериала. Ну, условно, да. Он существует, и он вообще никак не касался канона самой вселенной, вот этой Марвеловской как бы супергеройской, вот все штуки. Ну, так частично, типа, из серии туда кто-то попадал, типа, изгои. Вот эти вот все. А здесь они как бы разделили и показывают отдельную сюжетную ветку. Ну, это считается каноном и сериала, и фильмы, типа, правильно я понимаю? Считается каноном, да. Но это отдельные ветки теперь полностью. И они частично будут связаны с фильмами. Очень интересно. Пожалуйста. Ну, чувак, на самом деле, это прикольный сериал Ванда Вижн. Ну, сериал? Да. Да. Тебе же понравилось. И теперь вот эта же Ванда появится в Докторе Стрэнджа. И что? Ну, я посмотрю обязательно. Нет, мне сериалы и фильмы их нравятся. Вот, ну, это же прикольно. То, что некоторые герои просто полноценно уходят, скорее всего, в сериалы. Тут же Локи, я сомневаюсь, что появится в ближайшее время в каком-то полноформатном фильме. Он вообще не появится. Не появится? Ну, он же ж, типа, по канону, по основной сюжетной линии в одной вселенной, он, типа, того, откинулся. Да ладно? Да, это в других вселенных он существует. Это в Файбермене где-то? Да. Его человек-носорог убил. Электричеством. А вы знали, что есть даже человек-муравей? Чувак, я вот эту дичь не смотрел, человек муха-муравейная. Я тоже не смотрел. Сраку такие фильмы. Это человек-тапочек. Какой-то тапочек. Человек-рома? Это я. Афина. Афина. Или как там еще? Что там было? Самый главный злодей человека-паука человек-тапочек. Я понял. Шутки 30-летних, которые мы заслужили. Или человек-свернутый рулон газеты, или что там еще может быть? Человек-мухобойка. В моем случае это человек-анюточка-паук. Короче, в трейлере показали то, что главным злодеем всех мультивселенных станет, не поверите кто, доктор Стрэндж только злой. И получается, добрый доктор Стрэндж будет бороться с плохим доктором Стрэнджем, а доброму доктору Стрэнджу будет помогать Ванда Вижн. Короче, я сейчас покажу про Человека-паука, я сейчас делаю чудеса стриминга. Давай. Смотри, открываю вот сюда, стримлю, стримлю экран, и теперь смотри. Красиво. Что здесь сейчас будет? Ладно, я покажу. Так, пожалуйста, стрим, блин. Чувак, прикинься. Ты такой, оп, и его зажевку так. Кусь-кусь. Так прикинь, как стрёмно. Ты же подходишь, ты не смотришь туда. Давай там что-то такое тёплое, мохнатое, и кусается. Блин, ну это реально печально. Вы купаете такую подставу? У Тойоты обычные ручки. Вообще, даже в Украине есть пауки, которые очень, они маленькие причём, и они очень опасные. Вот было аж в этом году, что на чувака просто из-за куста кукурузного или в прошлом году прыгнул в жучок, укусил, ему ампутировали ногу. Жест. Но это с красным крестиком, по-моему, у нас есть такие пауки. Маленькие, маленькие. Нет, это спасатели. А, это спасатели. То есть, руку подставляют, не кусят, и спайдер-мэн. Как они спасают? Нет, я не знаю. Есть маленькие, реально, но очень... А, там не с красным, там, по-моему, с белой такой темой. И есть фотка его, и Анюточкины родители переехали сейчас в село жить, и ее брат скидывает фотку, типа, на телефоне показывает самый опасный паук в Украине. И потом наводит камеру, так, и он сидит, говорит, помогите. Вот, ну, офигеть тема, да? Класс. Все, как, пожалуйста, перейти? Я не знаю, почему. Новости за неделю. Так, повтор экрана. Гостиная. Включаемся. Подожди, а мне не нужен повтор экрана? О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Что происходит? Что? Что с разрешением произошло? Чувак, как оно так работает? Ну, пожалуйста. Мак, просто, юзер-френдли. Смотрите, как отдельный монитор. О-па. Хоба. О-о-о-о-о-о-о. Произошло. Ядрена мать! Почему такое разрешение? Ладно, рассказывай. В принципе, нормально вроде. да? Нормально, да. Я не знаю, почему так, и мышку, чтобы перевести мне несколько раз по трекпаду. Я просто по столу вот так надо провести. Ты думаешь, да не, оно же интерфейс не изменится. Короче, небольшая новость. Витя просто поставит фотографии. Некоторые владельцы Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro сходят с ума, мне кажется. Возможно, возможно, какая-то правда в происходящем есть, но я дико сомневаюсь. На Reddit, а также на страницах официального форума поддержки Google, начали появляться фотографии разбитых пикселей. Там, где явно видно, что уголок телефона там посерединке где-то был вот удар. Ну, прям это выглядит, как будто цокнули именно чем-то вот так. Оп! И у тебя трещины по всему экрану. Но люди пишут, что подобные трещины у них появляются именно во время зарядки телефона. Что лично вот мне верится в это вот с трудом, смотря на эти фотографии. Типа, многие вот пользователи жалуются на то, что у них просто вот ни с того ни с чего телефон не падал, все хорошо, у них начинаются появляться трещины. Но смотря на повреждение этих углов, мне кажется, что это полнейший был счет. А мне кажется, это какой-то новый тренд, высекаешь искру телефоном, чтобы зарядить его. Мне кажется, что вот если раньше писали о каких-то реальных проблемах, то сейчас пишут ради того, чтобы писать просто и создать какой-то фейковый инфоповод, мне кажется. Потому что реального чего-то, но еще там у пикселей единственное, что реальное с пикселями происходит на этой неделе, у них выпилили несколько особо ненужных в наших реалиях фишек из-за того, что они плохо работают. Но это программная часть, программные баги реальные. А вот подобное, то, что экраны трескаются, возможно при нагреве, возможно появление трещин. Но почему тогда уголки, откуда эта трещина начала идти, они вот подбитые. Короче, фигня все это. Давай расскажем про новинку главную этой недели. значится Huawei. Huawei представили P50 Pocket. Ну, он же, он выглядит, как вот это вот зеркало складное. Знаешь, что с одной стороны зеркало, а с другой стороны нажимаешь, и у тебя там хоп, и расчет. Слушай, выглядит он ублюдисто, я скажу так. Мне не нравится. Он в официальном релизе написано, он идеально подойдет для наших наушников Huawei FreeBuds Lipstick. Короче, выглядит ублюдисто, но вообще я сейчас свяжу несколько новостей. По дизайну я не сильно хочу рассказывать, потому что, если меня спросили бы, то эти два кружка идея неплохая, но они должны быть как-то симметричны. Возможно, вот так лучше, чтобы разместили. Я считаю, что Flip, который самсунговский, Z Flip 3, он выглядит симпатичнее. Но это все субъективно. Меня смущает структура, вот, текстура, вернее, которую передали телефону. Она очень странная. Телефон весьма заурядный, кроме того, что он со сгибаемым экраном. Здесь 128 Snapdragon. То есть он, с одной стороны, вроде и флагманский, но, с другой стороны, ничего очень прямо интересного здесь нет. Соотношение сторон Sony 21 к 9, то есть не сильно критичное. 6,9 это OLED-экран. Присаживайся, пожалуйста, ADB-блокер. Не хочу. 120-герцевые, есть три камеры, причем одна из них основная, одна сверхширик, и еще одна гиперспектральная. Гиперспектральная. Зачем она нужна? Ну, чтобы понимать, какая у тебя чакра открыта. Еще больше деталей передает. Короче, по пути вон класса ни зачем она не нужна. Но, несмотря на это все, этот смартфон буквально за день первый заказали 1 миллион раз. Он в несколько раз превзошел по заказам Z Flip 3, хотя тот продается во всем мире. Где документальное подтверждение? GizChina. Понимаешь, мне кажется, это вот такие вбросы. Типа, один миллиард, где? Где этот миллиард, один миллион? Где? Где эти люди? Где? Кто? Кто эти люди? Где? On Huawei, мол, the number of reservations for this smartphone. А, reservation просто. Это, то есть, потыкали по сайту? Нет, так это предзаказ. Не-не-не, это предзаказ. Ты оплатил? Давай упустим. То есть, это просто потыкали на сайте. В Китае, если ты не оплатил, но заказал, за тобой придут. Понятное дело. Но это, короче, количество предзаказов. Я тебе больше скажу. В Китае, если ты не оплатил и не предзаказал себе новый Huawei государственный, за тобой придут. Количество бесплатных предзаказов, чтобы о телефоне что правильно. О, вот этот черненький неплохой. Ну, кстати, да. Выглядит неплохо. Но, есть еще одна новость про сгибаемые телефоны. Ведь Oppo Find N представили. Мы про это говорили в прошлый раз. Классный телефон. Все, кто его обозревают, они, в принципе, довольны. Единственное, жалко, что он не будет продаваться у нас. Я читал твиттер BigGeek. Я забываю, как зовут. Женя, по-моему, ведущего. BigGeek. Наверное. Он написал, извини, что я не помню, сейчас вылетел из головы. Он написал, что, блин, так прикольно, что вот написала одна компания и предложила дать телефон, ну, сделать обзор телефона, пусть он не будет продаваться у нас. И потом, типа, следующий твит. Но как же печально, когда я вижу, что этот смартфон появляется у наших коллег-блогеров, а нам компания даже просто перестала отвечать. Они сами первые написали, и, скорее всего, речь как раз-таки об опы. Потому что у многих опы появилось. У BigGeek опы не появилось. К сожалению. И у нас не появилось. Но, зато знаешь, у кого она появится? У кого? Она распродалась всего за пять минут. И здесь не говорится... А сколько телефонов было? Пять? Не, ну, слушай, я думаю, что больше. Шесть? Подсказывает за камерой. Вот, чувак, с одной стороны, если максимально просто и без вот... Ну, если не доколебываться до новостей, то новости, на самом деле, неплохие, интересно. Но как только ты начинаешь вникать и разбираться, то это вот максимальное пустословие без каких-либо доказательств чего-либо. Сколько телефонов было? Чего? Вообще? Куда? Это просто... Распродались! Срочно смотреть. Значит, очень интересный телефон. Да, телефон, возможно, интересный. Но зачем такие желтушные новости? Зачем, чувак? Распродались! Ты ничего не понял. Миллион продаж этих... Ну, здесь действительно не сказано. Тут все распродать флаг, это такая боль. Но тренд, что сгибаемые телефоны становятся популярнее, он заметен. Это прикольно. А вот станут ли они реально массовыми? Честно говоря, чем дальше, тем больше я сомневаюсь. Почему? Потому что много слишком проблем с ними. Хотя вот этот мне хотелось бы попробовать, но... Не, не в плане проблем, что я отказываюсь от всех своих слов. Но я понимаю, что Z Fold 3 даже я не могу сейчас использовать как основной. Но он слишком большой, слишком тяжелый. И там на ходу им тяжело пользоваться. Он офигенный телефон. Но вот я, к примеру, сейчас выкупаю, я по большей мере его для игры использую. И в тот же LoL я сейчас играю на iPhone. Почему? Потому что больше видно всего по бокам. Там нет... Ну, это мы разбираемся. Но обычный же человек, он такой, офигеть, у меня какая-то складная бабуйня есть. Класс! Да, но она дорогая. Это же не так, что ты купил за те же деньги себе... Нет, в случае с Fold'ом вообще сейчас ситуация неплохая. Потому что ты покупаешь, по сути, за деньги iPhone 13 Pro Max себе Samsung. Но, наверное, даже самая большая проблема его это автономность. Потому что я бы с ним и хотел походить, но он высаживается к обеду постоянно. То есть он не живет от слова совсем. А iPhone, я его даже вчера не заряжал, потому что в детской комнате спал. И там... Тебя выгнали. Меня выгнали. Прикольно. Ты в танки играл? Нет. Что ты делал? Я смотрел сериал. Ну, Санюточка, я смотрел сериал, а потом меня выгнали. Прикольно. Чтобы заменить меня ребенком, я имею ввиду. Не просто так выгнали. Ребенок заболел, она лежит и всегда просыпается. Вот и так надо. Каждый час просыпается температуру померить. Ты скинул взрыв Tesla, это какая-то новость? Ну, чувак в Норвее, в Финляндии? Ну. Короче, ты не знал эту новость? Нет. Ай-яй-яй. Привет, поиск секс-партнеров, добро пожаловать в Кедрчат. Здравствуй. Можно забанить? Как его забанить? Удалите, там надо все отметить. В Финляндии чувак должен был поменять батарейку. У него Tesla, по-моему, 2013 года или что-то такое. У него начала она быстро заряжаться и он дал официальный запрос. Ему сказали, что надо менять весь блок батареи, это стоит 22 тысячи евро. Tesla Model S. Он очень сильно расстроился, заехал куда-то в пещеру или куда-то там, не помню, зарядил ее динамитом, посадил туда манекена Илона Маска и взорвал все это дело. Класс. Ну классно он хайпанул, но с другой стороны просто... Почти так, но не так концовочка. Он же как бы пиротехник сам по себе, он занимается этим очень долго, у него весь канал этому посвящен. Да, так что так не делайте. Ну он хайпанул, но по-хорошему можно просто... Я насчет этой штуки гуглил и в Америке тоже самое, только там немного дешевле. Там около 20 тысяч долларов стоит замена батареи и особенно подвержены проблеме с батареями. Самые первые, вот эти вот самые быстрые Tesla, которые S-ки начали появляться, по-моему, в 13 или в 12 году. И как раз таки замена батареи стоит около 20-22 тысяч долларов. Но просто прикол в том, что существует масса неавторизированных, понятно, сервисов, которые просто вычисляют проблемные ячейки в батарее и просто меняют все проблемные ячейки на хорошие ячейки, условно, с разобранных аккумуляторов. То есть перепаковывают вам аккумуляторы и они спокойно ездят. И есть куча блогеров, которые пользовались услугами таких сервисов, и там перепаковка аккумуляторов часто стоит от 2-х до 5-6 тысяч долларов, в зависимости от того, какое количество ячеек было повреждено именно в вашей аккумуляторе, и вы спокойно можете продолжать пользоваться своим автомобилем. Смотри как красиво выглядит. стала делать снис querer. Ну, хайпа. Чувак, это из разряда того, как какой-то российский блогер спалил своймерик «Мерседес». Нет, если он занимается именно динамитом, то мы понимаем, что просто каждый в такой ситуации делает то, что умеет. К примеру, Олег Кучеренко, если бы овладел Теслой. Чего они радуются? Мы взорвали Теслу! Он бы в такой ситуации отфотографировал бы ее. Мы бы, к примеру, вот говоря там батарейку заменить, мы бы сразу обзор начали снимать на зло. Там Саня, к примеру, приготовил бы. Чувак, я батарейку поменял. Роба бы заменил. Такой, я вам на зло сам заменил. Не за зло. Ну просто взорвали. Ну да, ну как-то. Что? Так это же контент. Вот этот контент. Видите, не понимает контент дурнего, там, где он смотрит сториз, там, где люди писают и как. Я не понимаю контент, там, где вот это, мы сотовый не сто за. А теперь на этом можно, сколько вы посмотрели? Почти 3 миллиона раз. На этом можно хайпануть какую-нибудь компанию по типу Сузуки Джимни. Типа, сделать какой-то блогерский развод, что типа, вот у меня там перестало что-то работать. Мелочь какая-то условно. Взорву Сузуки Джимни. Вот так же обложился, взрывает, а Сузуки Джимни стоит на месте и ничего не будет. Проели 100 километров по асфальту на полуприводе. Ох, чувак. Что? Это будет очень больно. А что будет? Я ехал на полном приводе в ровно и обратно, а что? Ну, да и с нормальным зацепом, с сухой дорогой. А не, ну, конечно, по льду. Ехал боком в основном. Я вот, чем дальше, тем больше я в днище вот горел касательно любителей всесезонок. Касательно любителей, вот, я про АТшку ничего не говорил, потому что я деду люблю, конечно. Так не, я против всесезонок. Вот, это хорошо. Еще раз, я еще раз повторюсь. Во-первых, никому не рекомендую это делать. Во-вторых, про АТшки отдельное мнение. Многие говорят, что они реально чувствуют себя зимой очень хорошо. И я же говорю, мы выйдем и снимем тест. Если будет разница большая, ну, именно между обычной зимней резиной и этой шиповкой, она реально классная, я понимаю. Если будет большая, у меня есть зимняя резина, я поеду переобуюсь. Но я чувствую себя отлично. Человек, она есть. Если я потом купил АТшку, и она еще и зимняя получается. Но у меня больше всего горит с твоего полного привода. А что такое? Он у всех такой, почти. Кроме Mitsubishi. Toyota. Ну, у Toyota, нет, такой же, Part-Time. Нет, у Pradica постоянно. У Pradica полный привод. А у HighLuxo Part-Time. У большинства автомобилей Part-Time. И это жопа. Ну, как тебе сказать? Ну, ты понимаешь, условно, если в максимум просто возвести то, что происходит с Part-Time, если некоторые не знают, это условно, вы можете ехать по поверхности, которая сыпучая, какая-то грязь, какой-то гололед, но если поверхность жесткая, то вы можете порвать немножечко себе привода. И получается, когда у вас смешанная трасса, то есть песок, лед, асфальт, асфальт, песок, лед, лед, песок, асфальт, и вы так, хоп-хоп-хоп, полный привод. Да, так и есть. Нет, это проблема. Но это не значит, что какая-то машина плохая. Это самая распространенная и самая надежная система полного привода. Самая простая. Да, она самая простая. Смотри, Super Select, если выходит из строя, то это как вот лучше динамита запастись. Он дорогой. Он дорогой, но он охрененный. Это реально удобная штука. Я себе, естественно, хотел бы очень машину с постоянным полным приводом. Ну, 100% хотел бы. Я не буду его выхвалять. Но это не значит, что у Suzuki какие-то проблемы. Это такая же тема у Toyota Hilux, такая же ситуация у патролов. Короче, где-то есть статистика, порядка 90% внедорожников идут с партаймом. Потому что это самая распространенная и классическая система полного привода. У нее есть как свои плюсы, их большое количество, так и свои минусы. Самый главный минус, ты не можешь ездить на нем постоянно. Вот и все. Ты должен просто изначально знать, на что ты подписываешься. И с колеи еще сложно выехать. Ну, этот чувак больше от неумения. Я знаю, о чем ты говоришь. Я видел эти видосики. Но когда ты просто пытаешься показать, что сложно выехать, то я также могу показать, очень сложно не сесть на брюхо в колее. Понимаешь? И ты на любой машине сел на брюхо и такой, ой, не могу выехать. А это же внедорожник. То есть есть свои минусы. Потому что у тебя одновременно начинают крутиться оба колеса. Да, у тебя задний стемп в поворот. Но кроме того, что порвать можешь. Потому что там механизмы достаточно надежные. Ты не так сразу порвешь это. Но тебя может унести в занос банально. Потому что у тебя жопа будет обгонять перед. Но грусть в том, что вот реально при таких сложных дорожных условиях, как у нас сейчас, кое-где почищено, кое-где нет, тебе приходится задумываться и дергать. Ну я езжу, вот у нас где в основном сейчас лед, я езжу на полном приводе. То есть даже на влажной дороге ты можешь ехать на полном приводе. Когда она мокрая. Ну да, там же же как бы проскальзывание какое-нибудь. Да, да, да. Но на твердом асфальте, конечно же, нет. Новость давай про LG. Я тебе ее не скидывал. Ты не скидывал. Я ее не скидывал, потому что это сайт, который... А мы же сегодня его уже не показывали. Да. И мы не будем его показывать. Или можно его показать. Я же не знаю. Ты сейчас серьезно. Ну я сейчас серьезно. Ну ты же знаешь, что как бы он перестает быть интересным. Теперь уже не будем показывать. Да, чувак. Вот как Боинг 747. Тут труд. Давай расскажи. Так вот. Многие сайты, включая вот этот вот, написали то, что LG создала монитор соотношением сторон 16 на 18. Это просто два дисплея, расположены друг на друга и совмещены в одно полотно. С одной стороны, для многих контент-криэйторов это на самом деле довольно удобная штука. Потому что по факту ты сверху, на верхней части дисплея, можешь открыть, например, в том же премьере полноценное превью. А снизу у тебя спокойно помещается как библиотека твоих медиафайлов, так и полноценно ты можешь хорошенько растянуть таймлайн. И видеть все подробненько, а не смотреть в эту узенькую полосочку, как на обычных. Все думают, что просто ультраширокоформатные мониторы идеально подходят для премьера. Но по факту, когда ты на ультраширокоформатном, у тебя таймлайн открывается полностью. А само окошко у тебя монтажа, ну вот такое. Если ты будешь его увеличить, ты разве что можешь разнести по бокам, но это не особо удобно. Тогда у тебя просто сужается полоса таймлайна, и как бы особого преимущества ты не получаешь. Ты постоянно вот так вот смотришь. А когда оно друг на дружку, то тебе действительно удобно. У тебя сверху превьюшка, снизу таймлайн. И для этих людей и созданы вот эти вот мониторы. Но я хотел поговорить даже не то, что о мониторе. То, что да, прикольно, два монитора соединили в один. Это как бы очевидно было, почему до этого раньше никто этого не сделал. Мне понятно, но я больше хотел погореть касательно того, что мы раскидывали немного по мониторам. И хотел поднять еще раз тему. Я в днище подымал и сейчас. Потому что во всех вот этих вот маркетинговых таких буклетиках, где рассказываются о преимуществах монитора, у всех указано, что там 300 нит и яркость, контрастность 1000, охват цветового пространства DCI-P3 98%. Тосио 5 и 10 отличный. Ну и есть даже режим пиковой яркости 400 нит, там поддержка HDR. И вот днище писал один человек комментарий касательно вот того, что я говорил про HDMI 2.1, что это просто сертификация, которая в себе ничего не нанесет. И то же самое... У меня же MacBook 2.1. Да, 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 да. Серьезно? Это шутка была? По новым правилам, да. А, по новым правилам, да. У тебя, у меня тоже, наверное, где-то здесь, туда 2.1. Так вот, касательно HDR, это вот та же самая срань, что с HDMI 2.1. Потому что вот 400 нит, по идее, HDR 400 совместим, все этот монитор совместим с HDR, но если вы включите на таком мониторе HDR контент, и при условии того, что в большинстве своем, даже в относительно небюджетных мониторах, используется однозонная подсветка, то есть там нет зон раздельных подсветки, то вы от HDR не получите никакого удовольствия, у вас просто похерится картинка на самом деле. И вот все вот эти вот маркетинговые заявления, что HDR, нихрена, нужно, вам приходится, когда вы ищете монитор и хотите true HDR получить, то вам придется гуглить на таких каких-то непонятных сайтах, чтобы понять производителя этой матрицы, понимать, сколько зон подсветки у этой матрицы есть, и тогда вы можете предположить, по идее, как он будет показывать HDR контент. Чем больше вот этих вот зон подсветки, тем лучше, желательно 10 и больше, тогда хоть как-то у вас будут отделяться зоны, где должно быть ярко и где должно быть темно. Если у вас одна зона подсветки, то вы не получите ничего, вы просто получите плохую картинку. Касательно всяких этих диапазонов DCI-P3 и всего остального, некоторые производители мониторов все-таки встраивают специальные режимы с sRGB, Adobe RGB, DCI-P3, ты его включаешь, у тебя цвета становятся менее глазовоедающие и все остальное, но вы все должны прекрасно понимать, что включение этого режима и заявление поддержки определенного охвата не гарантирует то, что у вас, у вашей модели конкретно будет такой охват, и ваша модель будет адекватно отображать цвета. Потому что, к сожалению, даже покупая хороший монитор, даже не игровой, а именно вот какой-то для работы, все равно его нужно калибровать, потому что все вот эти вот заявления, это не более чем маркетинг в большинстве своем. Я с этим столкнулся, я столкнулся с количеством нереального брака в мониторах, нереального количества проблем с засветкой, с битыми пикселями, с тем, что тебе придется просто, ну не знаю, тратить полжизни на то, чтобы за свои же деньги найти хороший экземпляр. Так еще в дальнейшем, даже если вы найдете хороший экземпляр, не факт, что он будет нормально отображать цвета. Я как-то не обращал на эту проблему внимания особо, но сейчас я просто понимаю всю эту боль ребят, которые на форумах пишут, что, блин, как же найти нормальный монитор. Я с вами. Ты, кстати, видел тему, как работает отображение HDR-контента на айфоне? Я не знаю, замечал или нет когда-то, но вот у них же дисплей поддерживает HDR-контент. И вообще у меня всегда был вопрос, ну типа, что это, как это увидеть? Ты, когда смотришь видео на YouTube, снятое в HDR-е, то у тебя оно выедает глаза. У тебя весь экран может быть, наверное, тусклый, ты сделал его яркость ниже, но даже когда ты в маленькое окошечко сворачиваешь это видео, оно просто как... У тебя пиковая яркость получается. Прям вот именно в этом месте. То есть оно вот просто орет на тебя. И это настолько... Я просто строю одного блогера политического, и он, походу, снимает всегда себя на айфон и снимает в HDR-е. У тебя сломалось что-то. Где? Вот тут. А это я открываю сайт танков. Прикольно, ты открыл серый экран. Да, но на HDR-контент он выедает глаза очень сильно. Я такого просто раньше не замечал. Я хотел сказать, я просто эту проблему на самом деле замечал на айфон 11 про. И я думал, что эта проблема ну как-то была только там, потому что она была, честно говоря, для меня странная. В чем сама фишка? Когда я смотрю видео, я часто смотрю на нем видео, особенно в условиях недостаточного освещения, то есть ночью, когда все спят, я смотрю видео про мультитол или еще про какую-то штуку. Когда ты регулируешь громкость, чувак, у тебя же появляется тоненькая полосочка. Ну, тоненькая полосочка сверху регулировки громкости. Нет, она появляется... Сверху. Ты сейчас хочешь про то, что потом ты хочешь что-то сделать и вытягиваешь? Нет, нет, нет. Тоненькая полосочка регулировки громкости. Это когда ты горизонтально смотришь. Да, 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 вот так вот смотришь. А когда ты вертикально смотришь, она здесь появляется. И самая большая проблема, я сейчас, ты продолжишь, это просто, я считаю, баг, недоработка юзер-интерфейса. Я смотрю видео, я запускаю видео, паттерн какой происходит, ты слышишь, что ролик громкий. Да. Ты что делаешь сразу? Тише делаешь. Тише делаешь. А потом так, блин, идет вступление. И вот у меня так часто бывает. Ты сделал тише, и начинаешь пытаться промотать, но ты тянешь за этот ползуночек, и он вытягивается у тебя, и ты ничего не можешь делать, и ты ждешь, пока он исчезнет. А у тебя при этом идет видео. И это настолько тупо, ну как бы сделайте как-то по-другому. Ты уже руками, если все сделал, то значит пусть он не вытягивается, или прячется быстрее как-то. Ты, он тоненький. Ну вот я смотри, я покажу просто как это выглядит. Запиши скринкаст. Блин, чувак, ну заставляешь меня работать. Запиши как он это делает, потому что скринкаст не будет показывать его пальцы. А, о, оставляем, да, остановить. У меня не работает экран. О, работает. Нормально, у тебя же такое уже было. Значит, смотри, я запускаю какой-нибудь ролик. Ну давай, заходим, к примеру, я открываю, вот, Ильдарчика, да? Теперь S3. Сделал громче, а потом я пытаюсь... Понял? Да, да. И типа, ну мне надо подождать вот это... А, кстати, смотри. Смотри, работает. Чувак, а раньше так не было. О, деда заврался. О, ну ладно, починили. Я хотел просто сказать, что Apple молодцы. Они сами знают, где проблемы, приходят их и фиксят. Они вот эти ваши андроиды все. Они же знают, что у них есть проблема, андроид на борту, но не фиксят это. Фишка в другом. Вот Microsoft пофиксили со своими Windows фонами, а Google все никак, значит, не мог. Когда же они закроют андроид? Так вот, когда в горизонтальном вот таком режиме я смотрю видео, в темноте особенно, и когда верхняя часть видео темновато, ну условно, какая-то тут темный ролик, и я регулирую громкость, появляется же тоненькая полосочка. И проблема в том, что тут же же OLED-экраны, появляется тоненькая полосочка, и все, все остальные пиксели должны оставаться темными. Я просто это замечаю, потому что, ну, смотрю ролик 16 на 9, и у меня по бокам-то черные углы, которые вообще, ну, неактивна подсветка. И прикол в том, что когда я регулирую громкость, у меня вокруг громкости такое впечатление, что загорается часть подсветки верхней, вот, верхней кусочка экрана, то есть, вся верхняя полоса у меня какой-то светящийся glow-эффект появляется. И я думал, что типа, окей, если бы тут было несколько зон подсветки, то я бы понимал, почему, когда включается эта полоска, загорается вот эта вся полоса. Но тут же, вот, ну, ну, OLED, там, OLED называйте как хотите. Тут каждый пиксель светится сам по себе. Нахрена появляется вот такая вот полоса? Я постараюсь с Витей подснять, если у нас это получится. Нахрена эта полоса появляется. И когда на iPhone 11 Pro так появилось, я такой, ну, возможно, какой-то глюк. То же самое здесь появляется. Я не выкупаю, в чем прикол. Так, ладно, ты вот такую новость еще хотел нам. Ты мне скинула. Хитрости, советы iPhone. А, ты ничего не будешь рассказывать про это. Ты мне скинул чак статью на розетке. Не, ну, они выпустили просто ролик, там, где скопировали твой ролик. Фишки ISE. Ну, там, где ты показывал, что можно собрать вот это вот удержанием пальца, вот это собрать. А ссылочку поставили на меня? Нет, они просто сами придумали. Сказали, что это мы сами придумали. На самом деле, там, ну, есть куча более интересных фишек в ISE. Я просто хотел сказать, что я посмотрел и почитал, что они тут. Helpful, Helpful iPhone Tips. Но эти Helpful iPhone Tips настолько нишевые, настолько, ну, местами даже очевидные, что, ну, в ISE намного больше скрытых каких-то фишечек, прикольных, о которых стоило бы рассказать. Ну, они рассказали о какой-то банальной шляпе. Иногда реклама Apple, мне очень нравились вертикальные их ролики, там, где они Shoot on iPhone снимали. Они очень красивые были. Но местами они выпускают вот такие Helpful Tips, которые, ну, шляпные немножечко. Ладно, у меня все. Новостей просто немного на неделе было. А, ну, подожди, была еще новость. Да, Гармины засветились же новые. Я вспомнил. И макеты Samsung Galaxy S22. Не, вот это не будем, потому что я, когда, я же под кофе перестал снимать. Ну, вернее, я в отпуск ушел. Я не перестал, я ушел в отпуск. Я сейчас переосмысливаю рубрику. Но, я все равно новости читаю сейчас, и каждый день на сайтах появляется. Все, теперь уже точно засветился S22 или S21 FE. Вот это у них прям фишка какая-то. Вот теперь уже точно засветился. Распаковка S21 FE. Да, пожалуйста. Ты видел? Мужик распаковал S3, неудаленное видео до сих пор. А, реально есть, да? Ну, да. И он показывает, крутит телефон в руках. Ну, видишь, теперь уже точно. Видишь, это точно. Это S21 FE 5G. Класс. Который выглядит как просто S21. Ну, потому что это же S21 FE. Это из того же поколения, соответственно, нормально, что он так же выглядит. Ну, он точно такой же, как S21. Ну, я думаю, что нет. Возможно. Хорошо. Давай, наверное, будем... Хорошо, есть несколько хороших новостей. Инсайдеры слили информацию о том, какие игры Sony Boy'ов ожидают в январе по подписке PlayStation Plus. Из всего того, что там предлагают, там предлагают Deep Rock Galactic, без понятия что, видел трейлеры, что-то такое своеобразное. И так же какая-то японская аниме. Там есть хорошая игра. PlayStation 5. Dirt 5. Он своеобразный. Лично мне он не зашел, но это довольно прикольно яркая игра. И получить ее бесплатно, ну, по подписочке в свою библиотеку, прикольно. Поэтому в январе играем в Dirt 5. Вполне себе. На одной консоли можно вдвоем поиграть, провести неплохо времени. Это приятно. И еще какая-то новость была одна, очень интересная. Ну, давай я расскажу про Garmin. Гармин, расскажи. Заскучились, я даже сейчас открою где-то, потому что они здесь. Garmin, Phoenix, блин, мне кажется, что они уже где-то вот здесь у меня были, понимаешь, а я их втыкаю. Может быть, вот здесь? Нет. Ну, может, здесь? Должны. Не, ну, это все не тупеж, ребят. Пожалуйста, не это, не сетуйте. Нет, а вам в конце пояс Garmin, Phoenix 5. Гармон. О, массив, Leaks. О, Leaks. Фух, нашел, блин, чуть пауза не случилась. Leaks. Держка во влоге, это плохо. Значится, случился массовый слив новой линейки Phoenix, ну, вообще не только Phoenix, а часов Garmin. И я этому очень рад. Я рад, потому что вот это те Phoenix 7, которые я сам хотел бы видеть. Ходили слухи, ну, я даже слышал от некоторых людей, имеющих отношение к компании, что Garmin Phoenix 7 станут совсем другими. И я так понимаю, что даже были какие-то планы у Garmin, и поэтому они так долго их не обновляли, потому что они решили немножечко их притормозить. Они должны были стать более такими смарт-часами, типа сенсорными. Может, они, кстати, будут сенсорными, здесь не говорится, но самое главное, что будут они сенсорными или нет, самое главное, что остались все кнопочки. Две здесь, три здесь, как и вот здесь. То есть все управление, если даже они будут сенсорными, хотя вот этот интерфейс у них, он может быть сенсорный, на VivoWatch у них сенсорный этот интерфейс. Но самое главное, что вы во время пробежки, я думаю, что вы сможете отключить сенсорный экран. Это, кстати, было бы офигенной функцией Garmin, если бы они сделали экран сенсорным, как в фотоаппаратах беззеркальных, к примеру. Но у тебя есть возможность отключить сенсорный экран для тех, кому он не нужен. Вот мне он реально не нужен, тебе он нужен. Ты его оставил себе, я выключил. Потому что мне он не нужен, потому что я там пока перекидываю экранчик, себя снимаю, я передвигаю фокус всегда. А так я выключил, он у меня по центру стоит и то же самое здесь. Я знаю, что мне сенсор мешал бы, потому что я там много на пробежке могу что-то делать, а здесь я буду лишние какие-то действия делать. Или возможно, если он будет сенсорным, они добавят возможность во время тренировок выключать сенсор. Самое главное, что все кнопки сохранены. Вообще, вот это вот количество элементов управления здесь просто отличное. Но в то же время сенсорный экран был бы хорошим бонусом для некоторых других задач, как, к примеру, ввод пароля при оплате. У тебя там раз в день ввести пароль и сейчас я это делаю кнопочками. Вверх-вниз, вверх-вниз, циферки выбираю. Сейчас можно будет просто на экранчике, если он будет, опять же, сенсорным. Потому что пока что это непонятно. Пожалуйста, нет, давай я сделаю все-таки на весь экран. Это для любителей дизайна. Я смотрю, как по мне, ну, лично как по мне, они перегружены. Они вот для любителей, какие еще есть вот такие вот часы. На что это похоже? Чувак, мне очень нравится. На G-Skill похоже. Я никогда не понимал G-Skill. Понимаешь, у них есть на любой вкус и цвет практически, но это все равно это спортивные часы. И я выкупаю, что вот у дорогих людей, у богатых людей, дорогие люди, чаще всего не Apple Watch, а Garmin. Потому что сегодня как-то очень модно стало люди, которые там в бизнесе, большие люди, не тупые депутаты жирные, а нормальные люди. Они занимаются спортом. Реально, очень многие люди занимаются спортом. И я вот даже недавно встречался. Не, это в принципе хороший, это не то, что сейчас тренд. Это хотелось бы, чтобы всегда было. И я с кем не встречаюсь, у всех Garmin. Ну, то есть, начиная от человека, который в кофейне нам кофе продает, мы с ним встречаемся, я специально руку к нему аж в окно засовываю, вот так, чтобы сделать. Он, о, слет Garmin-оводов. И заканчивая владельцами больших компаний. Вы третесь ими, или как происходит слет Garmin-оводов? Объясни. Мы только смотрим друг на друга и делимся впечатлением. Просто какой у вас, ну, не знаю, обряд. Он говорит, а вы будете Garmin-оводов рассчитываться? Я говорю, да. Он, о, ты видел? Ладно, видео. А ты, кстати, шаришь, что теперь в Украине ввели то, что ребята, у которых есть ТОВК, ФОПы, я не знаю, как это правильно называется, могут использовать телефоны как терминалы. Да ладно, а ну расскажи. Вот. Если ты вот это вот ФОПка или ТОВка, ты можешь на телефон установить специальное приложение. Если ты Литовка. Может, господи, пожалуйста. ФОПка и Литовка? ФОПка и Литовка. ФОПка и Литовка заходят в бар. У меня есть ФОПка, у меня есть Литовка. Вот, и они заходят в бар втроем. Так вот, ты можешь использовать телефон как вот терминал, то есть пик-пик, все, и тебе сразу на счет залетает денежка. Интересно разобраться на самом деле. Да. Ну, оно на самом деле мне нафиг не надо, потому что... Но это прикольно, потому что ранее, ну, типа я сталкивался с этим, что тебе надо в аренду брать сам вот этот терминал. сейчас он что-то скажет. Там же с первого числа следующего года всех, ну, почти всех людей, кто на третьей группе ФОПок заставят выдавать чеки. И Приватбанк из-за этого сделал вот эту штуку. То есть выдавать чеки. А мне... Так ты не понял, есть кведы разные, мы ничего не продаем. Ну, очень многих заставят. То есть там прям гигантский список появился, кого заставить выдавать чеки за свои. Снял видео на YouTube. Чеки! Чек! Требую чек. Ну, короче, на самом деле это прикольно. И получается у тебя онлайн вот чек падает получается в приложении. Отлично. Какие еще часы? Значит, были представлены эпиксы, но они все разных дизайнов. Видишь, хрен не отличишь. Да, вот разные дизайны. Ты выбираешь на любой вкус и цвет. Ну, типа классно вообще, видишь, они все разные. Новостной влог, которые мне заслужили. Все, давай отвечать на вопросы, которых нет. Прикольно. Подожди, я хотел бы спросить, Саня, а почему ты не сделал пост, чтобы люди вопросы задавали? Есть вопросы? Нет. Я спрашивал, я в Инстаграме. А, ты в Инстаграме спросил? А ты уже скинул вопросы? А, Не для влога, да? Для днища. А, ты для днища спрашивал. Ну, ладно, я виноват. Он пытался, такой, карабкался, и потом до совершенства полетел. Мы пишем, мы просим вопросы для днища в сообществе и для кедровлог. А я хотел бы, чтобы там писали вопросы, а там писали для вас ответы. Для вас ответы. Очень тупо получается, там и там вопросы. Почему? Везде задавайте вопросы. Тогда мы, а мы выбираем темы. А, понимаешь, они задают вопросы, а мы выбираем темы пожалуйста пишите ладно рассказываю новую новость очередной я я не особо как бы хотел бы рано ладно расскажу потому что это вроде очевидная штука которая также почему то никто не дел есть люди в том числе я очень часто носил с собой мышку именно свою за которой я работу которую я люблю беспроводная мышка и прикол в том что есть ты мышку носишь собой то было бы прикольно мышку совместить еще с чем-то что приносило бы тебе пользу и как бы существуют мышки у которых есть небольшое количество памяти встроенной но на этой памяти ты можешь хранить только свои специфические пресеты настройки самой мышки и никак ты не можешь использовать мышку как хранилище данных и а дата задумалась над этом и анонсировала мышку в которой будет встроен ssd-шник объемом до 1 терабайт то есть у тебя будет беспроводная мышка которую ты таскаешь собой твоя любимая классная мышка на которой есть накопители в случае чего ты можешь скопировать данный как с рабочего компьютера либо наоборот с дома какие-то данные перенести как быстро на ней запустят doom на ней можно будет прики играю в дом с мышки установка windows на мышку да так спокойно чувак ssd-шка нам внешне на как ну видоса на ругается ты сможешь выводить изображение по какому-то нет чувак нет ты просто повезли подсоединяешь потом монтировать или это просто очень удобно ты пришел домой подключился к монитору и монтируешь мышки не ну по факту ты попал по юсб тайп си подсоединяешь и ты можешь реально монтировать смысл я компьютер дэкс нового поколения ну чувак это прикольно на котором мышка она же еще и удобно для руки на это она создана для руки ты можешь по ней звонить ты можешь хранить свою руку просто на мышке мы и телефон накопитель можешь забыть где-то в офисе еще где-то и потом блин а мы ты не забудешь ну мышку ты носишь собой конечно сто процентов у меня к примеру наушники мои всегда вот здесь но бывает такая вещь когда я становлюсь покушать я вставляю ухо себе один наушник в ухо и такой думаю главное не забыть домой главное не забыть домой потому что на стадион потом будет впадло идти без наушников постоянно забываю знаешь чего здесь не хватает лезермана флешки чё прикинь если в мультитуле было флешки вообще есть такие есть конечно викторинокс и давно делаю с флешками конечно быстрыми ну смотри давай сейчас покажу тебе я очень быстро оперирую увидишь сообщение как раз который мы закрыли велопоход по кипру национальные достояния как продолжать делать искусство а высоком чувак а высоком ну вот даже за тысячу гривен может купить это с флешкой где чёк это юсб 2.0 какая-то флешка чего ты взял почему ты сразу такой это потому что ци срака гайдамака на флешках юсб 2.0 где ну там было вот это 100 юсб тупси тупси где здесь тупси рид в райт чувак ты как-то старый жесткий диск блин ты подключаешь это скорее всего для больших файлов а для маленьких у тебя будет 1 мегабит туда 1 назад подожди а есть вариант на 1 терабайт это бесполезная хрень а вот если был бы встроен быстрый накопитель хотя бы нужно 300 туда 300 это прикольно тема это вот такая темка она вот такая маленькая и ты на ключах носишь у меня такое на ключах у тебя здесь ручка есть у тебя пинцет есть и есть еще флешка ножнички вот эти для флешечка это прикольно и ты можешь быстренько себе скинуть установочные файлики для windows чтобы кому-то поставить вот можно было бы айфон как флешку использовать то есть так ты можешь вот здесь еще есть должна быть флешка нет здесь нет на этом новости заканчиваются к сожалению эта неделя прошла довольно таки скучно либо с какими-то абсурдными новостями о которых даже говорить особо и не хочется зато у нас вышло несколько классных роликов на канале реально хороших и даже посмотрели неплохо вот с багами макбука посмотрели 60 тысяч раз потом я рассказал видео про мои лучшие вещи в двадцать первом году мне давно хотелось поделиться я ждал конца года и там нет рекламы то есть это не такое что сашка целый год рассказывает про свои любимые вещи сашка в конце года выпускает видео со своими любимыми вещами так я нигде себе не противоречу я совсем поделился вот у меня есть замечательная любимая всем поди ладно что замечательная вещь замечательная вот это мой лазерман ты думаешь как он так сделал ну да как то что пришло а ты просто прижал эту самую я понял так можешь сделать а знаешь почему нет зато я могу чувак что это какая эти маракасы уже очень раздражает нет это маракасы чувак это это еще один устройство встроенная просто мой мультитул маракасы у тебя есть маракасы у меня есть это маракасы ма ракаса здесь маракасы у меня есть пожалуйста давайте ассири а у тебя тоже маракасы пожалуйста чувак ну ты ножом махаешь расскажи о чем-то анон стрима анон стрима хорошая новость люди уже стопроцентно здесь не смотрят поэтому можем делать что хотим вообще не переживай снимаешь я только хотел тебе предложить а ты уже начал это делать так вот когда они уже вернулись сейчас после этого потому что они такие начинают он что-то скучно выключили экран ну просто она еще звуком играет а потом такой хрена надо посмотреть так вот мы на следующей неделе я думаю что это либо вторник либо среда сделаем большой стрим и в этом стриме мы будем это просто будет очень фановый для комьюнити стрим мы хотим чтобы собралось как можно больше людей почему потому что мы будем разыгрывать всякие ништяки не рекламные ну если мы сейчас с кем-то договоримся на самом деле чтобы не наши вещи разыграть потому что у нас есть вещи которые можно продать и заработать но если мы никого не найдем мы их разыграем у нас есть очень классные несколько штук беспроводных true wireless наушников может мы сейчас какой-то смартфончик из современных возьмем тоже то есть мы хотим сделать такую приятную атмосферку в которой мы и разыграем ништяки для вас и пообщаемся вспомним про итоги года соберутся здесь все и это не будет стрим где мы сидим просто за столом мы хотим сделать несколько локаций мы хотим приготовить каких-то ништячков где просто там саня будет пусть и не напряжной темы ну что-то праздничное сделаем похаваем вместе с вами потом мы сядем поиграем и то есть будем это чередовать активности сядем поиграем там волчанские и там тоже будем гореть будем радоваться вы увидите как мы играем как бы это будет стрим все во всем мы его будем делать на кедр плюсе потому что он что ты хочешь сделать скажи я ничего не хочу сделать я просто сделал его длинным ну чувак мне просто не я об этом рассказывал но расскажу еще раз тут мы все вот сидели короче следите чтобы прийти о подожди мне надо ответить на звонок пожалуйста всем привет это рекламка нашего телевизора киви это вот здесь у нас партнерский телевизор который у нас уже стоит много месяцев это из новой линейки моделька и кстати сразу скажу что ссылочка есть в описании можете пройти и посмотреть есть там какие-то скидочки есть вы оттуда все узнаете поэтому чекайте и вообще у нас большие планы что с ними делать вкратце подытожу что мы вам уже рассказывали на протяжении последних полугода это отличное решение за свои деньги и мы не будем говорить что это лучшее решение вообще забудьте про дорогие телевизоры когда есть хорошие вот такие киви но так-то забудьте про теревизор и когда есть такие хорошие киевю которых из сертификации Netflix, можно посмотреть второй сезон «Ведьмака». А ты смотрел? Нет еще. Потому что у меня нет киви. И, соответственно, сертификации Netflix нет. А ты играл в игры? Нет. Потому что у тебя нет киви. А ты спортом занимался? Посмотрите на эту фигуру. Тоже нет, потому что у Ромы нет киви. Да, киви это жизнеутвердающая компания. Вы станете спортивным, вы станете геймером, соответственно, киберспортсменом богатым. И киноведом, киноманом. Да, и, возможно, даже превзойдете Бэткомедиана, если просто будете смотреть что-нибудь на своем киви. Ладно, шутки шутками, действительно. Классная моделька. И, вообще, весь модельный ряд у них очень хороший, современный. У них новый пульт появился, который можно использовать, кстати, еще и как указку. Вот ты раньше пользовался не так, а теперь ты можешь пользоваться так. И нажать номер «Отс» и переходишь сразу на «Ведьмака». «Ведьмака» будем сотреть. Ну да, вот сейчас запустим и оставшуюся часть. Нет, не будем. Видишь, оформить подписку надо. У тебя оформлена подписка на Киви? Нет. Ой, на этот. Нетфликс нет. А у меня оформлена. Я сейчас смотрю только на Нетфликсе. И хочу еще на Амазон подписаться. На Амазон Прайм здесь, кстати. О, есть. Амазон Прайм есть. Знаешь, почему? Почему? Потому что гранд-тур новый вышел. А я не посмотрел. На Фэксе можно посмотреть. Ладно. Да, друзья, захотите себе обновить телевизор к Новому году или после Нового года, переходите по нашим ссылкам в описании и смотрите на новинки от Киви. Я видел в твоих глазах падение интереса Клэзерман. Клэзерман? Ты переставал ими играться. Но ты продал нам всем идею. Витя даже на днище принес свой мультитул. Я обзавелся мультитулом. И я просто вот, мне запомнилось, вот это твое, загорелись снова глаза, когда мы сидели втроем в баре. Сашка, Ромка и Сашка. И я, Сашка что-то рассказывал? А я просто игрался мультитулом. И Сашка так смотрел на мой мультитул, как я игрался и сам потянулся за своим и тоже начал играться. У нее снова загорелись глаза к мультитулам. Чувак, это просто инструмент. Нет, чувак, это просто погремушка, в которой ты играешься. Ты переставал имиграться, а теперь снова начал. Я им просто работаю постоянно. Надо что-то собрать и разобрать, порожек дома подкрутить. Ты про порожек говоришь все время использования. Ты порожек подкрутил и дерево постругал. Все, что ты им делал. Нет. Все, пожалуйста, давай. Тогда я уже расскажу. По каким новостям мы все рассказали? Что смотрел? Смотрел. Я все-таки, значит, смотри, позапрошлом выпуске я говорил, что сериал «Бумажный дом» хороший, мне понравился. В прошлом я говорил, что он говно. Да. Сегодня я скажу, что он такие хорошие. Нет, он такие говно, конечно. Он, конечно, говно. Но достаточно хороший. Я скажу, это нормальная, здоровая фракция стула. Вот если уже говорить про говно, то это не больное говно. Короче, в чем прикол? Сериал все равно держит тебя в напряжении. И это лучший пример того, как ты не можешь заснуть, потому что ты вроде и поражаешься. Бывает в серии какой-то от абсурда. Ну, то есть, настолько какой-то, как не моветон, а заштампованность. Ну, такое вот. Прямо тебя оно раздражает. Но потом ты про это забываешь, потому что, ну ладно, все остальное вроде неплохо. Но в конце серии каждые тебя заставляют следующую включить просто. Потому что это как раз тот случай, типа, тебе надо посмотреть, что будет дальше. Ты начинаешь смотреть, и оно тебя не отпускает. Я его, конечно, досмотрю. Просто делюсь с вами. Я не знаю, зачем я третий раз подряд это делаю. Ну, вот, да. Я на этой неделе ничего интересного не видел, кроме, ну вот, на тех выходных Спайдермена посмотрел. Я в нища об этом рассказал. И еще раз повторю, то, что он, ну, я напарюсь на злость людей. Я в Твиттере даже напоролся, что, наверное, написалось, что Спайдермена это 4,5 из 5. Но на самом деле это 4, либо даже 3,5 из 5, если серьезно подойти к фильму. С точки зрения фан-контента, там... Нереалистично, да, выглядит? Нет, не то, что нереалистично. Фанового контента для любителей серии, для тех, кто смотрел предыдущие Спайдермена. Охрененное развлечение. Класс. Но если вот, ну, серьезно подойти, посмотреть на сам сюжет и саму проблему, которую описывают в фильме, то она... Очень к ней много есть вопросов. Она очень слабая и посредственная. Это, наверное, самый худший... То есть в супергеройских фильмах, я хочу уточнить, есть проблемы какие-то, которые описывают. Там, где мужики наряженные в костюмы... Ну, смотри, условно есть какое-то сюжетное оправдание тому, что вообще происходит. Например, наряженные мужики в костюмах Ванда Вижн передавала довольно серьезную проблему горести женщины, которая потеряла своего любимого человека, несмотря на то, что ее любимый человек это просто искусственный интеллект с камнем в голове. Но, тем не менее, как бы он наряженный и краснокожий. Проблема была довольно-таки серьезная. А как они грамотно вышли? И не белый, и не черный, и краснокожий. Вот. А тут Spider-Man, как по мне, именно сюжетная составляющая, самая слабая из всех трех фильмов, которые были. Фан-контент, картинки и все остальное мое почтение. Из-за этого он как бы обогнал даже Войну Бесконечности. Вот. Но фильмы больше не стрел. Единственное, что новое, я на этой неделе узрел, это новый альбом Макса Коржа Психи попадает в топ. Довольно специфический альбом, если раньше Макс был простецким чуваком, веселым, таким жизнерадостным, жить в кайф, вот это вот все. Потом потихоньку у него переходила музыка а-ля закос под братанов какие-то движения из девяностых, то сейчас это прям нырнуло туда. Из всего альбома есть, там в альбоме 19 песен, есть 2-3 песенки, которые вот прям хорошо заходят, басят, есть лирические моменты, есть навалистые моменты, тебе прям вот драйвово. Но большинство треков в новом альбоме Психи попадают в топ, они вот очень какие-то грубо-пацанские условно, то есть там нет, они однообразные, как начался трек, так он до конца идет, и нет никакого перехода, нет никакой волны, нет никакого развития. То есть довольно специфический альбом, некоторым зайдет, некоторым не зайдет, но вот 3 песенки, это первая, вторая, и 18-я песня, они прям хорошие. Все. Мне нравится, я просто сейчас маленькую сделаю рекламку еще. У нас... Что происходит? Как? Как? Откуда? Откуда это и зачем? И прекратилось. Ну, открой еще раз эту картинку? Ну, я постучал. Боже, я кончен. Короче, мы сделали скидочку 25% на фотокурсы. Открывайте. Это подарки от Эльдорады. Пожалуйста, мы можем закончить? Мне надо закончить, чтобы начать. А помните было? Трогни, чтобы начать. Это же такое, как локация была в телефонинку. Мне просто сейчас присылают сообщение, что мой соклановец в танках Блин, я, наверное, не могу это говорить, потому что я могу кого-то спалить. Покупает в подарок, короче, мой курс. Но я не буду говорить кому, потому что я могу, наверное, спалить. Хорош. Прекрасно, да? Да, очень хорошо. На этой прекрасной ноте давайте заканчивать, потому что начинается какая-то фигня. Субтитры создавал DimaTorzok